Так, все, начинаем. Сейчас я включу презентацию. Так, давайте начнем сначала. Так, как мне принять связи? Секунду. Так, вернемся обратно. Итак, в этом году у нас запустилась новая программа. Это целая большая обширная программа по поддержке резидентов и управляющих компаний промышленных и индустриальных парков. Соответствующие постановления были подписаны Кабинетом Министра в июне и июле этого года. И сейчас мы непосредственно приступили к этапу реализации этих проектов. На что направлены эти новые меры поддержки? Мы с вами знаем, что в республике более 100 промышленных парков, и в некоторых из них маленькая заполняемость. При этом интерес все равно к такому способу работы есть. Поэтому было принято решение, что нужно эффективность промышленных площадок повышать. И эффективность промышленных площадок мы должны повышать, поэтому был разработан ряд мер поддержки для резидентов промышленных площадок. Это наши с вами условия для тех, кто может участвовать и претендовать на льготы. Это резиденты и управляющие компании промышленных парков, которые, соответственно, резиденты, которые осуществляют деятельность на промышленных парках, и управляющие компании этих самых промышленных парков, которые являются субъектами МСП. Проверить, являетесь ли вы субъектом МСП, это, скорее всего, больше вопрос для управляющих компаний. Можно проверить в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В налоговой вы выбиваете туда свой ИНН, и если вас находят, то, значит, вы являетесь субъектом МСП. Три условия. Эти резиденты, управляющие компанией, и, соответственно, их парки должны находиться в муниципальных районах Республики Тарстан. Парки, на которых осуществляют деятельность резиденты, должны пройти аккредитацию в Министерстве экономики. Сейчас мы как раз ведем большую работу по тому, чтобы эти документы на аккредитацию принять, осуществить выезды в парки и как можно быстрее аккредитовать. Вот вчера мы провели заседание комиссии, на которой заслушали шесть парков. На следующей неделе у нас будет достаточно тоже вероятнее, с большой вероятностью мы проведем еще одну аккредитационную комиссию. Вот, ну, то есть постепенно мы с вами аккредитуем все парки, которые подали заявки. И уже дальше резиденты и управляющие компании этих парков, которые прошли аккредитацию, и у которых заполняемость не более 70%, смогут претендовать на льготы. Так, секунду. Перечень документов. Перечень документов обширный, представленный в постановлении Кабинета министров номер 507 этого года. Вот, мы их сократили до удобочитаемого понятного вида. Это заявление о заключении соглашения, шаблон которого есть как раз-таки в этом постановлении. Копия учредительных документов, копия договоров аренды или купли и продажи на объекты недвижимости. То есть нужно показать собственность. Если вы являетесь резидентом и арендуете помещение, здание, земельный участок, вы показываете этот договор аренды с управляющей компанией. Документ, содержащий информацию о расчете заполненности промышленного парка. Этот документ предоставляется управляющей компании, то есть резидент, когда собирает пакет документов на заключение соглашения, просит управляющую компанию парка сделать такой расчет и дать документ в пакет документов резидента. В постановлении 507 у нас также есть формула, по которой это рассчитывается. Такой документ должен быть представлен на бланке за подписью управляющей компании. Дальше предоставляется гарантийное письмо. Шаблон его также есть в 507 постановлении. И бизнес-план. Отдельно про бизнес-план мы поговорим чуть позже, потому что это достаточно важный вопрос. Это еще документы. Здесь написано ключевое слово также в праве слова. То есть это документы, которые вы можете предоставить, но, как правило, все эти документы органы власти должны запрашивать сами. То есть, например, справка о налогах. Допустим, если она у вас есть, она должна быть представлена месяцем ранее. К примеру, если вы подаете документы августом, значит, документы должны быть июлем. Если она у вас есть свежая, хорошо, вы можете просто ее приложить. Если нет ничего страшного, ее в обязательном пакете документов, вот этих вот документов нет. То есть это по вашему желанию. Теперь идем отдельно разговаривать про бизнес-план. Бизнес-план – это ваш документ развития, и здесь он разделяется. Для резидентов промпарка представляется бизнес-план проекта, который вы осуществляете на территории промышленного парка. К примеру, развитие производства или открытие новой линии. То есть вот ваш бизнес-план, над чем вы сейчас работаете. Управляющая же компания, если она субъектом СП и также подается на льготы, представляет бизнес-план развития промышленного парка. То есть это, условно говоря, документ, который определяет основные вехи развития, основные точки, показатели финансовые и нефинансовые. Плюс также управляющая компания прикладывает концепцию промпарка. Концепция промпарка у вас уже, у тех, кто проходит аккредитацию, она уже готова. Вы просто этот же документ копируете и представляете. То есть для вас, для управляющих компаний два резидента, два документа, прошу прощения. А для резидентов это бизнес-план проекта, который осуществляется на территории промпарка. Также важные моменты. В бизнес-плане, кроме всех основных показателей, обязательно должны быть показатели по количеству рабочих мест и по инвестициям в основной капитал на каждый год действия бизнес-плана. Почему важно? Потому что при заключении соглашения с министерством, именно эти показатели будут вшиты как показатели эффективности вот этого соглашения. Эти два показателя будут условно вашими KPI, или КПЭ, как их еще называют, которые нужно будет выполнять. Еще важно. Ваш бизнес-план должен быть утвержден за год до подачи заявки. То есть как бы не более года с датой подачи заявки на заключение соглашения. То есть вот пример. Сегодня 13 августа. Если вы приходите 13 августа подавать документы на заключение соглашения, бизнес-план утвержден должен быть не позднее 13 августа 2020 года. Вот 14 августа 2020 года подходит, 12 августа 2020 года уже не подходит. Вот. Ну, бизнес-план должен быть новый, свежий. Еще один важный момент. Срок действия бизнес-плана – это срок действия льгот. То есть если у вас, к примеру, бизнес-план заключен до 2025, утвержден до 2025 года, то у вас срок действия льгот и преференции будет до 2025 года. Если у вас как раз сейчас идет работа по подготовке бизнес-плана, имеет смысл сделать его на достаточно большой срок. Ну, то есть не год, не два, не три, а там, ну, больше. То есть, видите, вот срок действия бизнес-плана – это срок действия льгот, но не более 10 лет. Почему это важно? Потому что, вот, к примеру, вы сделаете бизнес-план на два, на три года, у вас соглашение будет на те же два-три года, а за это время на ваш промпарк придут еще резиденты. И дополняемость, к примеру, станет уже выше. И по итогу завершения вашего соглашения, завершения срока действия льгот, вы уже просто-напросто не сможете подать документы на, ну, то есть на продление, условно говоря, этого соглашения, его просто не продлят, потому что заполняемость вашего парка уже станет больше. К слову, наверное, сейчас возникнут вопросы, поэтому предвосхищая, если за время действия вашего соглашения с Министерством экономики заполняемость парка выросла, вас это никак не коснется. Это коснется уже тех резидентов, которые придут после того, как заполняемость станет больше 70%. Ну, то есть если вы заключили соглашение с Министерством и уровень заполняемости был, к примеру, 65%, то ваше соглашение действует, ну, вот столько, сколько оно действует, то есть по бизнес-плану. Ну, как бы никакие ни льготы, ни преференции не уходят с ростом заполняемости. Идем дальше. Да. Здесь привела, ну, то есть куда подаются документы? Документы подаются к нам в фонд поддержки предпринимательства через МФЦ для бизнеса по адресу Казань, улица Петербургская, 28. Здесь специально привела вот с госуслуг, как зарегистрироваться и, точнее, предварительно записаться. Вот ваш путь вот такой, не забивайте обязательно в Казани выбирать дополнительный офис при Волжском отделе МФЦ для бизнеса. Почему важно не просто прийти и сдать документы, а записаться? Потому что МФЦ наша для бизнеса принимает всех по записи и живая очередь, ну, то есть приоритет отдается тем, кто записался. И если вы, к примеру, придете и встанете в очередь, особенно если вы приезжаете из района, который достаточно далеко находится, может быть такая ситуация, когда, ну, вы будете ждать, ну, достаточно большое количество времени. Поэтому имеет смысл записаться в МФЦ на госуслугах или по телефону 222-90-60 без добавочных номеров. Вы попадаете как раз в МФЦ для бизнеса. Записывайтесь в удобное для вас время и документы предоставляете. Все документы у вас должны быть прошиты и пронумерованы, подаются одной большой заявкой. Если подает документ не руководитель предприятия, то должна быть доверенность с указанием паспортных данных руководителя, с указанием паспортных данных того представителя, который приезжает. Ну, то есть нотариально ее заверять не надо, можно просто сделать на бланке документ. Вот, после этого документы проверяются, передаются в министерство, и уже министерство дополнительно еще раз просматривает эти документы и приглашает вас на заключение соглашения в Министерстве экономики. У вас будет, ну, то есть они назначат дату, и у вас будет 7 дней, чтобы подписать это соглашение. Если в течение 7 дней вы не подписываете это соглашение, предприниматель, который не подписал, считается уклонившимся, и, ну, словно говоря, заявка ваша тает. Придется сдавать по второму разу. Когда вы приезжаете в назначенный день в Министерство экономики, вы должны повторно предоставить справку о заполняемости индивидуального промышленного парка на действие. Прошу выключить звук. Прошу прощения, Красавина Сергея, Евроакцент Соба. Вопрос вот какой. Сегодня на конференции какие темы доклада еще будут? Какие доклады будут еще? Только мы сегодня про соглашение разговариваем. И все, да? Да, да. Потому что на слух это запоминается очень огромный поток информации, либо конспектировать, либо записывать, либо пересматривать. Может быть, в разословом виде вы это все пришлете, то, что говорите? Ну, мы, если хотите, вы с полкома направим, если у вас есть связь. Просто я сейчас... Обязательно хотим. Пришлите, пожалуйста, с полкома. Хорошо, договорились. Спасибо. Так, продолжаем. В день заключения соглашения вы приводите вместе с собой повторно справку о заполняемости на ту дату, на которую у вас будет заключено соглашение. То есть у вас справка о заполняемости дважды. Один раз она кладется в пакет документов и датируется... Ну, той датой, когда вы ее запросили второй раз, она предоставляется уже в министерство и датируется следующей датой, уже, ну, там, к примеру, днем подписания соглашения. Все, у вас заключено соглашение. Теперь у вас есть право получать льготы. Вот они здесь перечислены. Это, в первую очередь, налоговые льготы, освобождение от уплаты транспортного и имущественного налога, льготная ставка по УСН, по упрощенной системе налогообложения, льготные микрозаймы на строительство, которые можно получить вот здесь, в фонде поддержки предпринимательства, льготный займ называется промпарк на строительство вашего объекта на промпарке, субсидирование процентной ставки по кредитам и субсидирование по электроэнергии. Я сейчас подробно расскажу про налоговые льготы, про льготное микрозаймное строительство и льготный займ на промпарк. Ну, скорее всего, вы уже про эти меры поддержки знаете. Если нет, то в конце будут контакты, по которым можно будет уже уточнить непосредственно все условия на займы. Но скажу сразу, льготное микрозаймное строительство и льготный займ на промпарк вам в первую очередь скажут, принесите нам соглашение с Министерством экономики. Вот. Две последние льготы, точнее, две последние меры поддержки оказываются нашими коллегами ГКУ, Центр и поддержки о реализации программ малого и среднего предпринимательства, которые находятся в здании Министерства экономики. Что касается налогов. Сразу скажу, что я никогда в жизни предпринимательством не занималась, поэтому здесь могу что-то напутать. Поэтому сразу приношу извинения, если какие-то вещи я называю неправильно. Вот. Мы созванивались с налоговой, проговаривали все эти моменты. Ну, вот как бы налоговая дала вводную информацию. Могу что-то немного напутать, поэтому спрошу меня поправлять, если что-то неправильно говорю. Что касается транспортного налога. Вы заключаете соглашение в Министерстве, и после этого можете подавать заявление. Вот. Форма КНД 115.0064. Это отдельная форма, которую можно скачать на сайте налоговой, для предоставления льгот именно по транспортному налогу. Вы ее заполняете, к ней прикладываете копию соглашения и отправляете ее через МФЦ в ваши органы налоговой. Они их рассматривают в течение 30 дней, после чего выносит решение о предоставлении льгот. И у вас уже действует льготный транспортный налог, то есть вы его в течение действия соглашения не уплачиваете. Теперь, что касается имущества. Имущественный налог. Когда вы подаете налоговую декларацию, есть строка 160, это код льготирования. Если уже кто-то какие-то льготы получает, то они, наверное, знают. Вот у вас вот этот код должен появиться. Первая цифра до дроби, 7 цифр, это номер льготы. А затем... Так. Вот. Лучше этот слайд не фотографировать, потому что обнаружила ошибку. Там должно быть 0003, 0001, 0018. Презентацию поправлю и вышлю в исполкомы, чтобы до вас уже довели правильную информацию. Вторые... Здесь должно быть 12 цифр. Это номер пункта, статьи и подпункта того закона, который определяет вашу льготу. Вот. Как это будет происходить? Вы... Ну, то есть по итогу... Ну, когда вы заполняете налоговую декларацию, если я правильно помню, у вас налоговый период – это 12 месяцев, и там есть строки по каждому месяцу, из которых вы указываете стоимость имущества, и... Ну, то есть там вот прям две строчки. На следующем слайде покажу. Первый там столбец, точнее, это стоимость имущества, и соседний столбец – это стоимость льготируемого имущества. Вот. Все имущество, которое у вас находится на территории индустриального промышленного парка, признается льготируемым в следующий месяц после заключения соглашения. Если вы заключаетесь в августе, то с сентября у вас все имущество, которое находится на территории промпарка, признается льготируемым. Если у вас есть имущество не на территории промпарка, нужно его указывать отдельно. Вот сейчас, смотрите, это из декларации у нас с вами скриншоты. Вот код налоговой льготы с кодом строки 160, здесь уже у нас все правильно указано. Ну, то есть вот ваш код 20-19-3-0 через дробь 0-0-0-3-0-0-0-1-0-0-18. И дальше также данные для расчета среднегодовой стоимости недвижимого имущества я указывать начала с августа. Взяла примерные цифры, ну, то есть как бы мы считаем со всей амортизацией, со всем снижением стоимости. Вот, к примеру, в августе у нас было миллион. Затем в сентябре у нас уже сумма стала другая, 990 тысяч. И, соответственно, это все мы считаем в данном случае, что все имущество, которое мы здесь показываем, оно у нас находится на территории промышленного парка. Значит, оно все переносится в соседний столбец в числе стоимости льготируемого недвижимого имущества. Если у вас, к примеру, есть какой-то, допустим, офис не на территории промышленного парка, то у вас, ну, там, допустим, сумма вот по строке 100 будет, например, ну, там, миллион 990 тысяч. И в строке льготируемого недвижимого имущества у вас останется только 990 тысяч, потому что это именно то имущество, которое находится на территории промпарка. А вот этот миллион, который не на территории, он уже не льготируется. Теперь, что касается упрощенной системы налогового обложения, это для тех, кто на УСН, для них понижаются ставки, 1% по системе дохода, 5% по системе дохода минус расходы. Она действует с начала года, в котором заключено соглашение вплоть до конца действия соглашения. То есть здесь ситуация не как с налогом на имущество. Если налог на имущество начинает действовать со следующего месяца, то пониженная ставка УСН имеет обратную силу. Вот вы заключаетесь в 2021 году, и весь 2021 год для вас будет уже с пониженной налоговой ставкой до конца действия соглашения. Когда вы указываете, что у вас есть какая-либо льгота налоговая, вправе провести камеральную проверку. Это касается и налогового на имущество, и упрощенки. Мы с ними разговаривали, они говорят, что мы пока таких налоговых проверок камеральных не проводили, что логично, потому что пока у нас на данный момент ни одно соглашение еще не заключено. Но для того, чтобы подтвердить ваше право на льготу, нужно будет приложить... Ну, то есть они запросят, а вы должны им предоставить копию соглашения с Министерством экономики, которое как раз подтверждает ваше право на эту льготу. С 2021 года у нас поменялась форма налоговой декларации по УСН, и вот у нас с вами так будет выглядеть как раз те строки, которые мы заполняем по системе дохода. Здесь у нас получается 1%, ну, то есть у вас с начала года уже ставка меняется, и обоснование применения налоговой ставки, установленный законом субъекта Российской Федерации, это вот эти вот наши циферки. И то же самое, что касается системы дохода и расхода, здесь тоже немножечко меняются цифры. Все их можно будет посмотреть и в этой презентации, и, ну, то есть если на сайте налоговой также все эти данные есть, вот, это что касается тех льгот и тех мер поддержки, которые предоставляются по этому соглашению. Здесь у нас контакты фонда. 524 90 90 это номер телефона горячей линии, по которой можно будет позвонить и уточнить, если у вас еще остались какие-то вопросы. Запишите, пожалуйста, мой номер телефона, если у вас будут уже какие-то предметные вопросы. 843, код города, 222 90 60 277. Я совсем забыла, что я забыла представиться. Меня зовут Алина Ярульна, я являюсь руководителем центра кластерного развития. Видите, вот, 222 90 60, добавочный номер 277, либо 272 80, прошу прощения. 277, 280. Давайте сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, мы с вами... Так, секунду, как завершить демонстрацию экрана. Добрый день, Алина. Вопрос можно о заказках проекта, где конверт в помощь? Конечно, конечно. Вот вопрос заполняемости, он как-то размыто. Посмотрите, у меня разные площадки, их у меня опять... В одной площадке практически зданий нет, это понятно. Заполняемость по гектарам. А вот где есть и территория, и здания, что будет предполагать? Ну, скажем, 10 зданий разной квадратуры, заполняемость у резидента. Что мы будем иметь в виду? Смотрите, в постановлении в 507 у нас написано, что расчет производится по формуле, где, ну, то есть, как бы, условно говоря, числитель и знаменатель. Где в числителе у нас находится размер общей площади индустриального промышленного парка, а в знаменателе у нас находится размер занятой площади индустриального промышленного парка. Вот, ну, то есть, как бы, мы считаем... Нет, нет, нет. ...землю, не помещение. Не помещение, а земельный участок. Ну, дело в том, что президенты же, допустим, от них занимают площадь, другие, я говорю, здания. То есть, вот по той схеме только будем, да? Да, 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 ну, то есть, как бы, мы считаем землю, мы считаем не помещение. Хорошо. Понятно. Ладно, это справка, и управляющие компании сами будут выписывать резидентам. Да, да. И второй вопрос по налогам. Ежегодный, я так понимаю, подтверждать нужно? Он транспорт изменяется, имущество изменяется. Ежегодно мы перед ФНС должны быть подтверждать, да? Законность. Ну, смотрите, налоговую декларацию, это в любом случае вы сдаёте каждый год. Саму льготу я спрашиваю. А? Саму льготу. На 10 лет предоставляется. Ежегодно нужно будет подавать документы ФНС, я такой. Ну, смотрите, во-первых, не на 10 лет, а на срок действия соглашения. Ну, то есть, как бы, если 10 лет, то 10, если 5, то 5. Ну, вот я общалась с коллегами из налоговой, они говорят, если мы уже знаем, ну, то есть, как бы, то, ну, как бы, не будем проверять каждый год. Условно говоря, они же знают, вот заключено соглашение, они знают срок действия этого соглашения, и, ну, как бы, у некоторых уже прям лежат там, условно говоря, в налоговой папочке. Они знают, почему те или иные предприниматели получают льготы, и каждый год не запрашивают эти документы. Все запрашивают, все запрашивают. И понятно, поскольку у нас аккредитация сейчас, слава богу, на 5 лет, каждые 5 лет, конечно, нужно будет. И я надеюсь, как в прошлом году разрыва не будет. Принципы, поздно провели аккредитацию, вот этот разрыв у нас, мы в районе освободили их от земельного налога. Все мои промышленные парки, все регионы вынуждены были оплатить. Хотя их не вина была. Мы документы вовремя сдали, провели аккредитацию поздно. Ну вот, в этом году вот мы сейчас в скором порядке, да. И последний, это уже так, индивидуальный вопрос. Моя последняя площадка сегодня сдала, Мотор, вы можете подтвердить меня, что они сдали? Они сдали, да, они сдали, подтверждаю. Все, спасибо. По от них, Алина, вот, и по от них, тихо, у них, конечно, вот, руководитель был здесь, с Айдар Раисовичом, что же они разговаривали. Ну, мне сказал, руководитель сейчас, кстати, в тихо-знаке, что они с вами согласовали и вектором отправили. Отправляли документы, да, видела, но заявка еще не пришла. Хорошо, спасибо. Так, сейчас, секунду, были вопросы в чате, отвечу на них. Скажите, пожалуйста, где можно будет найти запись сегодняшней конференции? Думаю, что я ее направлю в исполкомы вместе с презентацией. Вот, я ссылку, ну, то есть, как бы направим дополнительно еще письмо после нашей сегодня с вами ВКС. Там будет презентация и там будет ссылка, где будет лежать запись этого видео. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, если есть договора аренды земельного участка, управящая компания оформляет участки отдельно без него в аренду, как он может получить льготы? Не совсем понимаю вопрос, можно, пожалуйста, его пояснить? Задавался отделом территориального развития Альфеевский район. Добрый день, меня слышно? Да, да. У нас есть промышленный парк муниципальный «Золотая долина» по аккаунту стадии строительства. Два резидента оформили договора аренды. Сейчас у нас управляющая компания остаток земельного участка хочет оформить. Могут эти резиденты дать доверительное управление земельным участком и как они могут получить льготу? Или это должна собственность оформиться земельный участок аренды на 5 лет с 2019 года? Как они могут войти в эту программу? Ну, смотрите, у вас, получается, есть промплощадка, на которой сидят два резидента, и это их собственность земля? Нет, они договора аренды оформили на 5 лет. Управляющая компания у нас просто пока только создается еще. Они ведут строительство, производства там нет еще. 9 гектаров, 1 и 2 гектара, субъекта малопредпринимательства. Управляющая компания берет в аренду разницу от 35,9 минус 2 гектара. Как они могут войти к ним или как льготу получить? Им надо землю оформить, собственность, чтобы туда войти или как? Резидентом? Ну, то есть они же берут ее в аренду. У кого они ее берут в аренду? Они взяли в аренду земельный участок у местного, ну, как сказать, бюджета нашего. Муниципальная собственность. Вот, муниципальная собственность. Ну, хорошо. В таком случае, да, у управляющей компании должна быть документ, к примеру, доверительного управления, что он управляет этой территорией. Либо, ну, как-то, не знаю, вам сделать так, чтобы эта земля управлялась полностью управляющей компанией, а не резидентами, а уже резиденты, в свою очередь, к примеру, к примеру, могут в субаренду эту землю у управляющей компании. Ну, дело в том, что управляющая компания берет в аренду землю без этих участков. Разницу? Ну, тогда договор между этими двумя на доверительное управление. Очень плохо, очень плохо слышно. Нужные аренды могут они передать в субаренду управляющей компании. Будущие резиденты, они должны будут, аренды, которые сейчас имеются, они могут его передавать в субаренду управляющей компании. Зачем им в субаренду, зачем будущим резидентам передавать в субаренду управляющей компании? напишите пожалуйста мне секунду давайте я сейчас напишу в чат свою почту вы мне напишите вашу ситуацию и мы с вами уже предметно ее обговорим вот при посещении мы задали вопрос достижение 2 мега это самое по электроэнергии мегаватт это слишком большая цифра он сказал изучим ответим до защиты вопрос не решился потому что такая большая электроэнергия не всем она и нужна если такие большие заводы нету вы не решили этот вопрос он записал да да ну там не совсем все так просто два мегаватта необязательные условия там либо 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 вот нам нужно одно из либо чтобы у вас были документы либо тоже если там умножить допустим 0 15 умноженные 8 резидентов тоже получается также есть по технически действующие технические условия должны быть ну да ну это на будущее мы можем взять этих условий не можем энергосбит это почти 500 тысяч на коллеги сегодня мы будем все таки разговаривать больше о соглашениях они аккредитации хорошо вот так следующий вопрос по бизнес плану уточните еще раз пожалуйста не позднее 13 0 8 20 20 что означает бизнес-план 2021 года не будут рассматриваться как раз таки наоборот ваш бизнес-план должен быть утвержден вот сегодня вы переносите документ 13 августа 21 года значит ваш бизнес-план должен быть утвержден 13 августа 2020 года и ну получается дальше 14 августа в сентябре 20 20 20 года в ноябре 20 20 года в августе 21 года то есть вот как бы у вас есть целый год как бы ну который за который у вас есть право этот бизнес-план утвердить так добрый день график выездов районы по заключению соглашений выезды в районы не предусматриваются так покажите пожалуйста еще раз слайде написано какие документы нужно сдать секунду вот показываю еще раз эти документы имеет смысл посмотреть еще раз пятьсот седьмом постановлении видимо я его тоже направлю там уже написаны непосредственно все документы которые ну то есть здесь мы их сократили чтобы было понятно что нужно предоставить там уже будет расписано что и как должно быть представлено так идем дальше если показатели указаны в бизнес-плане соглашение будут достигнуты льготы не предоставляются до как только вы не достигаете показатели которые вы на себя взяли соглашение расторгается и соответственно льготы перестают предоставляться при этом у вас есть ну как бы мы понимаем что есть процент недостижения в 25 процентов ну то есть как бы бизнес-план бизнес-планом это все-таки план а не какое-то там прям обязательно этот и случаются всякое в бизнесе поэтому у вас есть люфт 25 процентов если вы не достигаете то как бы но министерство на принимает это что вы показатели выполнили при этом не стоит этим злоупотреблять потому что ну то есть как бы вот вы заключили соглашение у вас есть показатели если вы их ну как бы планомерно не достигаете будут возникать вопросы и министерство и полномочная организация вправе заполнить дополнительные документы которые будут подтверждать ваши показатели ну то есть как бы бух баланс отчет со звм чтобы проверить достигаете ли вы эти показатели или нет поэтому как бы при составлении бизнес-плана ставьте себе показатели которые вы достигнете но как бы не занижайте потому что смысл в том как бы меры направлены на ваше развитие и как бы если каждый год труду устраивать по одному человеку ради того чтобы сохранять эти льготы ну ну как бы это не поддержка это просто не то на что направлены льготы а льготы в первую очередь направлены на развитие предприятий которые осуществляют деятельности на промышленных парках в ука тоже просьба направить контакты из списке аккредитованных исполком не все площадки курирует хорошо принято принято направим в по всем укашкам которые есть вопрос видимо опять к бизнес-планом то есть не ранее 13 08 21 а как у вас будет бизнес-план утвержден 13 08 21 если вы документы предоставляете 13 08 21 вы можете представить его и 12 ну то есть у вас утвержден он может быть и 12 августа 21 года и 11 и 10 и маем и не знаю 1 января вот ну то есть как бы вот у вас есть вот сегодняшний день берете отчитываете год назад вот в этот год у вас должно быть утвержден ваш бизнес-план целый год говорили о создании единой управляющей компании а где она к сожалению на вас на ваш вопрос я не могу ответить видимо речь идет о какой-то промышленной площадке где будет единая управляющая компания документы 616 пока не нужны получать только из 507 документы 616 пока им нужны для получения промышленным парком аккредитации если вы являетесь промышленным парком и вы еще не аккредитованы то сначала вам нужны документы 616 пока им а потом если вы являетесь также мсп и хотите получать льготы то вам нужны документы из 507 пока ему крайний срок подачи документов на получение аккредитации сложный вопрос потому что по пока ему у нас пока ему мы принимаем документы на аккредитацию промышленных парков до 30 октября но у нас есть с вами поручение как можно быстрее это все парки аккредитовать поэтому до 15 августа документы представляются в министерство вот сегодня 13 августа поэтому фонд будет вот эти два дня работать просьба если вы планируете приехать сдать документы завтра в субботу или воскресенье позвонить и предупредить что вы приезжаете чтобы мы могли рассчитать ту мощность как сколько людей мы можем попросить выйти работать выходные вот но так как бы если как бы вы к примеру только сегодня узнали в аккредитации и то до 30 октября у вас есть время подать все документы потому что я прекрасно понимаю что за два с половиной дня собрать весь этот пакет для аккредитации не получится льготы прекращаются со следующего налогового периода после обнаружения или надо будет вернуть разницу стандартная ставка минус льготная обычная за весь период расторгнутого соглашения и пене сергей ваш вопрос отдельно запишу и также на этот вопрос отвечу сколько должно быть площади земли видимо идет речь о промплощадке у нас в пкм 616 которое требование к промплощадкам оставляет написано что площадь промышленного парка должна составлять не менее двух гектар 2 гектара и ну то есть если у вас есть земля площадью более 2 гектар можно быть промплощадкой почему не разработаете единую форму для справки за полностью промпарк было бы очень удобно всем и резидентам и ука в 507 постановлении есть единая форма для справки за полностью промпарк то есть там есть формула я думаю что написать письмо на бланке организации что за полность промпарка составляет вот столько же и привести данные в этой форме это не так сложно как стать промпарком какие условия нужно соблюсти чтобы стать промпарком нужно почитать 616 постановление кабинета министров в этом году в него внесли изменения если нужен последний вариант он принят редакции постановление кабинета министров 541 от 3 июля 2021 года вот там все условия прописаны как бы если вам действительно нужно быть промпарком если вы уже резидент какого-то промпарка можно просто заключать соглашение сразу ну как бы будучи резидентом номер телефона куда можно позвонить чтобы сдать документы в субботу или воскресенье это мой номер телефона 222 9060 добавочный номер 277 либо 280 вот вроде бы вопросы закончились если есть еще вопросы можно их задать сейчас можно написать в чат буквально у нас есть несколько с вами минут и тогда заканчиваем и все здравствуйте меня слышно да да добрый день мебельная компания модуль город лениногорск вопрос не знаю подскажете не подскажете в рамках сегодняшней презентации вопрос был касаемо возмещение затрат на электроэнергию вот мы являемся резидентами промышленного парка и как нам сказали в нашем муниципалитете ну для того чтобы подать документы на возмещение затрат электроэнергии один из документов должен быть это договор получается с организация которая поставляет электроэнергию но в нашем случае получается у нас прямого договора нет мы возмещаем затраты получается нашему промышленному парку вот то есть они нам выставляют переменную часть арендной платы мы ее оплачиваем вот в данном случае как быть не знаю подскажешь не подскажете но вот вопрос так возник да я поняла к сожалению вот именно по поставлению по электроэнергии я не сильно попробуйте позвонить в министерство экономики в отдел который разрабатывал эту программу по электроэнергии либо сам орган который принимает документы это гкл как раз вот центр реализации развития программ малого среднего предпринимательства вот они уже вам непосредственно подскажут как быть алина добрый день исполком ленинногорск управляющей компании как раз мы с министерством экономики связывались по данному вопросу в общем пока решение такое каждый резидент устанавливает свои счетчики и заключает напрямую договор стат энергосбыта пока ситуация вот такая все таки напрямую нам нужно будет заключаться напрямую окно в принципе пока понятно тогда все вопросов нет спасибо еще несколько вопросов у нас есть в чате требований бизнес-планок критации идентичны требованиям к бп по заключению соглашения в аккредитации нет такого документа как бизнес-план там есть концепции это разные документы с кем можно консультироваться по поводу аккредитации промпарка со мной же телефон 222 90 60 добавочный 2 7 7 либо почту которую я в чате написала выше алина . ярулина собака татар . ru вот наш коллега сергей скинул ссылку по новым документам пока им что 16 507 большое спасибо если вопросов больше нет то предлагаю завершать нашу сегодняшнюю встречу если вопросы остались которые мы с вами озвучили вы мне можете написать я на них отвечу попробовать позвонить моя коллега с добавочным номером 2 2 8 0 а из селу также сможет вам помочь все вопросов нет все тогда мы с вами завершаем спасибо вам за ваше уделенное время если будут вопросы звоните пишите хороших вам выходных пятницы и ждем вас на заключении соглашений все Продолжение следует...